День 7 ноября Поезд Победы во главе с легендарным паровозом «Лебедянка» прибывает на станцию к началу парада. Пассажиры ветераны Самары в приподнятом настроении. Георгий Петрович Морозов, ровесник Кубышевского парада, родился в 1941 году. Сегодня он в числе приглашенных на парад. Ну, во-первых, значит отдать дань уважения людям, которые это самое. На площадь имени Кубышева. Ну, сделали победу, дали жить остальным людям, хотя много полегло в годы войны. Поэтому нужно и нам помнить это и отдавать дань. На площади для ветеранов почетные места. В 1941 году на этих трибунах размещался эвакуированный из Москвы дипломатический корпус. Сегодня тоже самые важные гости. Многие из них своими глазами видели войну. Официальная часть начинается с возложения цветов, а на площади уже выстроены парадные расчеты. Нынешний парад уже пятый по счету, приурочен к 70-летию Великой Победы, посвящен героям Отечества. Перед началом торжественного прохождения поздравительное слово губернатора. В далеком 41-м году этот легендарный парад продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество нашего народа перед лицом тяжелейших испытаний. Он показал готовность нашей армии дать достойный отпор фашистским полчищам и укрепил веру советских людей в победу. Первыми по площади проходят парадные расчеты, одетые в форму Великой Отечественной войны. Точно так же, как и в 41-м, бойцы Красной Армии шли на передовую. Сразу за ними историческая техника клуба, они сражались за Родину. В одной из машин народный артист СССР Василий Лановой. Сегодня он в образе героя фильма «Офицера Ивана Варравы». Эксклюзивные кадры, что называется, с места событий, сделал оператор телеканала «Самара ГИС». И вот впервые на мероприятии такого масштаба самые почетные гости, целый полк героев Отечества. За личное мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых и трудовых заданий. В этом полку те, кто в разные годы был награжден золотой звездой героя. 18 человек приехали из других городов России и больше тысячи фотографий. Вслед за геройским полком по площади проходят парадные расчеты действующих военнослужащих, силовых ведомств, воспитанников кадетских корпусов. И, наконец, старт марш-броска из Самары в Воронеж. Это еще один город, где осенью 41-го года состоялся исторический парад. И вот самая трогательная часть – реконструкция битвы за Москву. Оборонительный этап сменяется наступлением и полным разгромом немецких захватчиков. Ровно 45 лет назад, в 70-м году, по этой площади, я как казанский суворовец ходил с барабаном в коробке и открывал парад. Поэтому мне настолько приятно, что я вновь очутился здесь. И, знаете, очень волнительно было, поскольку смотрели молодежь, как идет. Особенно хорошо прошли некоторые представители кадетов. Это очень приятно. В Самарском театре оперы и балеты – это тоже парадный день. По окончании торжества на площади Куйбышева гости и участники проходят в зрительный зал. Спасибо за верность потомке – так назван моноспектакль Василия Ланового. Песню из легендарных офицеров, исполненную вместе с курсантами кадетского корпуса МВД, зал слушал стоя. Этот взгляд словно в высший суд для ребят, что сейчас растут. Моноспектакль длился полтора часа. Василий Лановой предстал перед публикой как талантливый актер, певец, конферансье и мастер художественного слова. Затем состоялся торжественный прием для гостей и участников парада памяти. Открыл встречу губернатор Николай Меркушкин. Он напомнил, что 7 ноября – знаковые даты. И особенно для Самары, Куйбышева – города, который и в годы войны, и в послевоенные годы сыграл стратегическую роль. И сегодня регион, как и в былые годы, вновь становится опорным краем России. Возрожденные традиции проводить в Самаре парад памяти – еще одно тому подтверждение.